Итак, в эфире программа телекомпания «Город подробностей». Как уже и было обещано у нас в гостях, Михаил Владимирович Пронин, министр промышленности, инновационных и информационных технологий Рязанской области. Здравствуйте, Михаил Владимирович. У вас такая, наверное, самая продвинутая номинация среди всех гостей, которые у нас здесь перебывали. Министр инновационных и информационных технологий, да еще и промышленности. Знаете что, вот хотелось бы начать с вами разговор с такой всем нам понятной темой. Это цифровое телевидение, которое у нас вот недавно, так сказать, шагнуло в Рязань и, даст Бог, теперь будет развиваться. Это вот, давайте для наших зрителей скажем, потому что нам телевизионщикам оно все, как говорится, понятно, но это наше родное. Что это даст, ну, может быть, там, кроме качества? Это говорит еще вот о развитии как раз технологии наших вот инновационных в Рязани, в Рязанской области в последующем. Ну, давайте для начала так. Цифровое телевидение, конечно же, это приход к нам, цифровое телевидение, это и выход на новый уровень качества, как качество приема, так и качество изображения. Но здесь есть еще один важный момент, о котором хотелось бы сказать. Это некое устранение цифрового неравенства. То есть, там, где в более отдаленных уголках нашей области, нашего региона, конечно же, есть и существуют проблемы с количеством программ вещания и с качеством их. Вот путем прихода к нам цифрового телевидения и становится именно вопрос о том, что мы вырвем вот это вот направление. Это является крайне-крайне важным. Цифровая смычка города и деревни происходит. Ну, скажем так, потому что в настоящий момент цифровое телевидение пришло не только в Рязань. Собственно, рязанцы уже пользовались цифровым телевидением ряда компаний. Речь идет о том, что цифровое телевидение в настоящий момент пришло и в Захаровский, Михайловский район. Ближайший к нам пока, да. Сассовский район, Сараевский район. Это вот те первые, так скажем, уже нельзя назвать даже пилотными, это первые территории, которые теперь имеют прием цифрового телевидения. Наши первые цифровые ласточки, так сказать, в районах. Можно сказать так. Они будут видеть наши рязанские программы? Что касаемо цифрового телевидения, в настоящий момент сейчас речь идет о 10 каналах. Это так называемый первый пакет. До конца года будет уже вещаться 20 каналов. И вот в числе второго этапа, то есть вторых 10 программ, будут, конечно же, и вещания рязанских телепрограмм. Я почему спросил, потому что мы когда ездим по командировкам в районы, там люди принимают со спутниковых антенн, но рязанское телевидение они там не видят, и поэтому это существенно, так сказать, минус. Действительно, в этом существовала некая проблема в том, что наши граждане хотят видеть рязанское телевидение, хотят его принимать. Оно достаточно востребовано, и вот эта проблема существовала. Благодаря приходу цифрового телевидения, централизованного, так называемого, цифрового телевидения, эта проблема будет расшиваться. Михаил Владимирович, вот Ваша должность, министр промышленности, инновационных и информационных технологий. Ну, давайте промышленность, наверное, вопрос уж очень такой объемный моего пока опустим. А вот про инновационные информационные технологии, раз разговор уже начался, что еще можете сказать, какие инновационные информационные вещи у нас либо уже внедрились, либо на подходе, о чем можно уже сейчас говорить? Ну, это два чуть-чуть различающих, совершенно различающих между собой блока. Что касаемо инновации, у нас вообще, в принципе, регион является достаточно инновационным. Я вас уверяю, инновации у нас есть во всех сферах деятельности и в промышленности, инновации есть и в сельском хозяйстве, инновации есть и в строительстве, и в ряде других областей. Поэтому у нас существует значительное количество достаточно интересных проектов. Где-то они находятся в стыке с научными проектами, где-то они уже коммерциализируются и становятся действительно востребованными уже и с точки зрения бизнеса. В настоящий момент в регионе создана очень четкая и понятная система поддержки инновационных проектов. То есть, есть ряд стадий, буквально начиная чуть ли не с конкурсов для учащихся старших классов и средних учебных заведений, когда можно получить какие-то первые гранты, первые номинации, до следующих таких конкурсов, как «Умник», «Умник на старт», «Старт» — это с каждым этапом, это все большая поддержка, это все больше, конечно же, и требования к проектам, но и все больше поддержки. И за последние годы, которые проводились вот эти вот конкурсы совместно с федеральными фондами, у нас уже есть значительное количество номинантов, те, которые причем не останавливаются на одном этапе, а растут дальше, уже перерастают в ряд инновационных компаний, которые достаточно успешны уже не только на территории Рязанской области, но и на федеральном уровне. — Ага, то есть я так понимаю, что практически выстроена или успешно работает и совершенствуется система, когда, так сказать, еще на школьном уровне как бы вычленяются самые наши вот такие вот мальчишки, девчонки, которые показывают какие-то вот свои, ну у которых показатели выше, чем у других, которые активно участвуют вот в ваших конкурсах, и дальше идет их потихонечку такая заниточка поддержки. — Фактически рост, их рост. — Контроль такой. — Конечно, можно на более серьезном уровне, можно уже быть специалистом, да, работающим там на предприятии или предпринимателем, который приходит на более поздний уровень, но сама задача, которую ставит перед нами губернатор области, это создать понятную, прозрачную, многоуровневую поддержку инновационных проектов. То есть первое мы должны, с чего мы начинаем, это привлечение вообще внимания к инновационной деятельности, то есть это проведение ряда различных конференций, причем различного направления, в которых рассказывается о том, какая поддержка есть, о самых перспективных проектах, то есть привлечение вообще непосредственно как школьников, так и студентов, молодежи, да и в целом предпринимателей или ученых, привлечения на тот или иной этап поддержки, то есть некое выращивание из них проектов. — Я вот помню, приходилось читать, как на Западе еще тогда, в Советском Союзе мы жили, а там на Западе, как они буквально чуть ли не с пеленок тащили какого-нибудь человечка, который уже чем-то отличился, который уже там со своим АИК-ю каким-то вот уже как бы над другими показал себя, встал. Вот у нас такая система, ну не то чтобы кто над другими, а поддержка. — Она создана, она достаточно, не просто создана, она уже достаточно успешно функционирует и значительно зарекомендовала себя. — Ребята растут, как говорится, под колпаком в хорошем смысле. — По крайней мере, я вас уверяю, на каждом этапе из вот этих поддержек у нас количество участвующих растет, и я вас уверяю, это не пустые проекты, это проекты, которые... Ведь самое важное, чем дальше этап, тем обязательно должна быть коммерциализация. То есть это должно быть кому-то нужно, это должно быть продаваемо, или этот вид продукции, или эта услуга. Вот у нас это происходит, конечно, кто-то отсеивается, но кто-то растет дальше. Это нормальный эволюционный процесс. — Теперь давайте вот в части того, что касается информационных технологий. Кроме вот этого нашего цифрового телевидения, еще о чем-то можно сейчас говорить в таком более-менее заметном? — Цифровое телевидение — это больше даже не информационная технология, а в какой-то степени это качество связи. — Качество связи. Вообще приход, ну, несколько слов в завершение о цифровом телевидении. Вообще приход цифрового телевидения, помимо того, что мы решили ряд задач, связанных с неким цифровым неравенством, ряд задач с качеством изображения и приема, ведь это еще и значительные инвестиции в регион. У нас до 2015 года предусмотрено свыше 500 миллионов рублей вложения федеральных денег именно в инфраструктуру цифрового телевидения. О чем это говорит? Что это, как правило, рязанские региональные подрядчики, которые занимались этим строительством. То есть это налоги, это инфраструктура, которая остается на территории Рязанской области, это люди, это зарплаты, это все, что шло в бюджет. То есть это еще и достаточно серьезный, так называемый, инвестиционный проект на территорию области. Большое спасибо, всего вам самого доброго. Я напомню, у нас в гостях был Михаил Владимирович Пронин, министр промышленности, инновационных и информационных технологий Рязанской области. Еще раз всего хорошего, спасибо. Посмотрели информационную программу телекомпании «Город». Подробности. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин